Новости Большого Города на Средней Волге Глава Самары поручила ускориться, подрядчик должен успеть достроить детсад на Ташкентской до конца года 14 век или все-таки 20-й ученые поставили под сомнение возраст затонувшего под Виновкой судна Он бежал в марафон на протезах, человек планеты из книги рекордов Гиннесса рассказал, что заставляет его любить жизнь Звезды ринга со всей страны съехали с Самару, стартовал чемпионат России по боксу Время сдачи изменить нельзя Новые детские сады, которые строят по национальному проекту демографии, должны быть сданы в декабре О ситуации на стройплощадках главе Самары Елене Лапушкиной доложили на еженедельном совещании в городской администрации Какие еще вопросы обсуждали на планерке, расскажет Андрей Каркуленко Исполнение национальных проектов стало главной темой еженедельного совещания в городской администрации Как доложил руководитель градостроительного департамента Сергей Шанов Строительство детских садов по нацпроекту демографии идет в плановом режиме На Алматинской подрядчик продолжает благоустройство территории и заканчивает внутреннюю отделку помещений. Те же работы выполняют и на Ташкентской, но там процент готовности немного меньше. Глава Самары Елена Лапушкина поручила усилить контроль за исполнением работ, чтобы они выполнялись в строгом соответствии с планом, согласованным с департаментом. Специалист должен там жить, по головам считать, объемы работ проверять и в конце концов некоторые вопросы уже брать на себя и по трубам, и звоните на предприятия, которые обещали, уточняйте. На еженедельном совещании обсудили обеспечение жильем определенных категорий граждан. Среди получивших деньги на покупку новых квартир 8 ветеранов Великой Отечественной войны, 26 тружеников тыла, 51 ребенок-инвалид, 34 ветерана боевых действий и 114 молодых семей. Кроме того, отдельным постановлением удалось получить из областного бюджета дополнительные деньги на покупку еще 61 квартиры для молодых семей. Сейчас люди уже подбирают варианты. Нам сейчас ведется работа с каждой семьей индивидуально для того, чтобы до 15 декабря каждая из них приобрела жилье и мы могли оплатить. Опасений по освоению под данной категорией у нас нет. На совещании подвели итоги летних садово-дачных перевозок. С 1 мая по 27 октября в Самаре работали 29 дачных маршрутов. На линию выходили 60 автобусов. Их число увеличилось по сравнению с прошлым годом. А потому выросло и число пассажиров. В этом году до дач удалось довести около 800 тысяч человек. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Самарские ученые поставили под сомнение возраст, найденный на Волжском дне ладьи. Ранее был проведен анализ Томской лаборатории, который показал, что затонувшему судну около 600 лет. Какие противоречия нашли самарские эксперты, разбиралась Мария Левина. На этих кадрах сенсационная, как заявляют ученые Самарского политеха, находка. В университете считают возраст лодки не меньше 600 лет. Такой вывод позволил сделать лабораторный анализ. Томские эксперты исследовали гвоздь, найденный на дне Волги. Лигирующие элементы в этом железе, в этом образце отсутствуют. Мы по наличию лигирующих элементов могли, может, сразу говорить о том, что это материал не с сегодняшнего дня. Почти сразу же, как было объявлено о предполагаемом возрасте находки, среди самарских ученых нашлось немало скептиков. Они не поверили, что ладья была сделана в 14 веке. Внимательно изучив кадры подводной съемки, историки заметили железную якорную цепь из крупных звеньев. Такие цепи на Волге появились только в начале 19 столетия. Да и сам гвоздь, по которому была проведена экспертиза, слишком больших размеров. Такие не встречаются даже при раскопках памятников 19 века. Историки из музея имени Алабина предполагают, на экспертизу попал вовсе не гвоздь, а иной крепежный элемент. Есть еще одна важная деталь, которая была упущена с самого начала. Специалисты, которые проводят такого рода исследования, предупреждают, если образцу меньше 300 лет, данные могут быть некорректными. Наиболее реальная датировка того объекта, который сейчас обнаружен, это рубеж 19-20, либо первой половины 20 века. Если все-таки предположить, что судно относится к 14-15 векам, то здесь снова появляются противоречия. Даже в конце 18 века размеры судов были гораздо меньше, чем того, что нашли под Виновкой. Самый большой корабль был не длиннее 30 метров. На экране типичная ворская ладья 18 века, а на меньшей находке в три раза. Для его перемещения необходим был мотор, который появился не раньше начала 20 века. С управлением такого гиганта нельзя было справиться с помощью весел. Да и необходимости в те времена в таком большом корабле не было. Поволжье в 15 веке – это территория развалившегося ордынского государства. После междоусобных войн земля здесь была выжжена и для проживания не годилась. Лишь иногда здесь кочевали степняки. Заселяться земля начала в 16 веке, когда Поволжье вошло в состав российского государства. Тогда, во второй половине 16 столетия, по Волге начали ходить караваны. Один из кораблей мог затонуть в районе Виновки. Я думаю, что все-таки это либо 17, либо 18, а может быть и 19 век. Волга заполнена вот этими затонувшими судами всех видов, всех типов – торговыми, военными, русскими, наверное, венецианскими и так далее. Это здорово, это интересно, но вот этот случай надо проверить, проверить. Даже если найденный на Волжском дне корабль окажется гораздо моложе ранее заявленного возраста, ценность его от этого не становится меньше, как и загадок, связанных с ним, которые еще предстоит разгадать с самарским ученым. Мария Левина, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. Отремонтировать тротуар и создать большой волонтерский центр губернатор Дмитрий Азаров встретился со студенческим активом Самарского национального следовательского университета. На встрече обсуждали как перспективные идеи для развития вуза, так и бытовые вопросы студенческой жизни. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Дорога между корпусами на Академика Павлова и на Потапова – давняя проблема студентов Самарского университета. Им приходится каждый день ходить по проезжей части. Просьбу обустроить тротуар учащиеся озвучили на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. А также попросили ввести льготы для аспирантов. Ведь они тоже студенты, но пользоваться студенческими бонусами не могут. Такая встреча может быть полезна вообще для всего студенчества, потому что различные вопросы, которые могут быть подняты, они настолько глубинные и сложные, что без помощи администрации региона решить их просто не представляется возможным. Отвечая на вопросы студентов, Дмитрий Азаров отметил, что льготы для аспирантов вполне реальны. А вот на ремонт дороги может потребоваться время. Зимой работы точно проводить не будут, зато есть время к лету подготовить проект реконструкции. Это почти наверняка реконструкция, в том числе уличной дорожной сети, а это требует проектной проработки. Если есть проект, то эта задача упрощает, а если нет, то какое-то время мы еще на это потратим. Обращались студенты к губернатору не только с вопросами, но и с предложениями. Руководитель волонтерского центра озвучил идею создания на базе университета мобильного центра по отбору добровольцев на всероссийские мировые праздники и спортивные соревнования. Идея главе региона понравилась, тем более, что самарское волонтерское движение стало очень масштабным. У волонтеров становится все больше и больше, что вот этот вот позыв души есть, очень важно, причем и у молодежи, и у людей старшего поколения. И вот я рассчитываю все больше и больше среди них тоже, не только тех, кто нуждается в помощи, но которые иногда, получив эту помощь, сами хотят эту помощь людям оказывать и участвовать в волонтерском проекте. Здорово. Иностранные студенты озвучили идею создать площадку, на которой смогут общаться между собой и адаптироваться к жизни в России. Дмитрий Азаров ответил, что молодежный дом дружбы народов – интересная идея, которую надо поддержать. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Любовь к себе и ближним, как рецепт успеха, Самару посетил паралимпиец Сергей Бурлаков. Он рассказал школьникам и студентам, как добиваться своего, невзирая на разные преграды. На встречи побывал и наш корреспондент. Сила воли и бесконечная любовь к жизни. В юности Сергей Бурлаков в автоварии потерял кисти рук и стопы. Но тяжелая травма его не остановила. Сергей ушел в спорт, стрельбу, плаванье, бег. Он первым пробежал многочасовой марафон на протезах и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Сергей получил титул «Человек планеты». Он говорит, нет ничего невозможного, если есть цель в жизни. Рассказать об этом он приехал в Самару студентам и школьникам. Любовь называется. Вот ты когда себя любишь, когда ты любишь окружение, родных, близких, детей, вот свое хобби, вот это и есть тот мотиватор, который тебя заставляет работать над собой, самосовершенствоваться и достигать цели. Сейчас Сергей Бурлаков – мастер спорта по плаванию, легкоатлетике и пулевой стрельбе. Рекордсмен России и мира. Двухкратный чемпион мира по пара карате. Ребята говорят, такие люди и их поступки мотивируют, дают желание постоянно работать над собой. Это дает очень огромную мотивацию, то есть как бы развиваться, потому что он это дело любит и он дальше идет к своей цели. То есть мне кажется, вот надо послушать его и идти к своей цели так же, то есть несмотря ни на что. Эти люди загадочные, целеустремленные, как говорится, и мы должны нашим ученикам сказать, показать, как люди в экстремальных ситуациях не сдаются, борются, живут. Сергей Бурлаков не останавливается. Уже скоро он поедет на чемпионат мира в Лондоне. А впереди еще более амбициозные планы, заплыв из Сахалина в Японию. И есть ощущение, что у этого человека все обязательно получится. Александр Шугаев, Семен Безгенов, Максим Гусев. События. Спортивный городок на месте пустыря в центре поселка Рубежный. Реализация проекта «Новый рубеж» произошла благодаря программе губернатора «Содействие». Теперь у жителей поселка есть и новое футбольное поле, две площадки, детское и спортивное. Сергей Кизоркин вернулся с праздника ЗОЖ. Новый рубеж в Куйбышевском районе. Вести здоровый образ жизни теперь можно и в родном поселке Рубежный. Радуется семья Руслана Нуртынова. Трое детей осваивают современную детскую площадку. Супруга присматривается к тренажерам на открытом воздухе. Руслан оценивает футбольное поле. Они с друзьями любят поиграть в мяч. Радость большая, что это получилось. Получился срок. Спасибо и губернатору за программу, и спасибо за поддержку. Спасибо всем жителям, которые поучаствовали. Наверное, нам всем тоже спасибо. Чтобы в поселке Рубежный появился спортивный городок, местным жителям пришлось потрудиться. По условиям губернаторского проекта «Содействие» граждане должны принять участие в софинансировании. Жителям Рубежного удалось собрать нужную сумму. Все время, пока шли работы по благоустройству, активисты общались с подрядчиками, советовали, как сделать пространство удобным и функциональным. Когда мы узнали о губернаторском проекте «Содействие», мы решили поучаствовать. Решение было принято разом. Сомнения в том, что будет проект реализован, мы... Нет, сто процентов была уверенность. Поэтому, когда подали заявку, ждали с нетерпением, когда нам озвучат, что мы участвуем в проекте, это радостное событие у нас произойдет. Там, где жители активны, там, где они готовы брать на себя ответственность, принимать участие, и финансовое, и трудовое, там такие проекты и возможно реализовывать. И мы уверены, что у нас все получится, потому что жители поселка, действительно, реализуя в частности этот проект, они сплотились, они проявили, ну, просто такой отличный пример командной работы. Жители поселка остались довольны проектом губернатора «Содействие» и в следующем году настроены участвовать в нем снова. Они хотят построить сцену, а вокруг культурно-спортивного центра поселка должны появиться тротуары и беговая дорожка по периметру стадиона. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Яблоня, Каштаны, Ива, Территориальный общественный совет номер 8 Октябрьского района Самара помог местным жителям с озеленением, сажали деревья и юноармейцы. О преображении двора в наш следующий сюжет. Еще недавно маршировали на параде памяти, а сегодня уже помогают местным жителям. Юноармейцы 155-й школы сажают деревья около дома номер 146А по улице Авроры. Здесь недавно разбили детскую площадку. Теперь нужно благоустроить территорию. Это стало возможным благодаря усилиям местного территориального совета, который подал заявку в районную администрацию. Его председатель Юлия Кузеная говорит, ТОС всегда старается помочь местным жителям. Конечно, это не только вопросы благоустройства территории. Это и жилищно-коммунальные хозяйства, и социальные вопросы, которые мы помогаем также решать. И жители с радостью обращаются к нам. Благодаря инициативе ТОСа здесь появилось 17 новых тополей, ив, каштанов, яблонь. Местные жители рады. Зелень в будущем закроет дома от дороги. И говорят, совет помогает им решать самые разные вопросы. ТОС очень хорошо нам помогает в нашей работе. Во-первых, связь между администрацией города, района и жильцами. И помогает во всем, чем может. Конечно, чувствуем. Постоянно у нас проходят праздники. И Новый год, и Масленица. Собираем всех детей, всем двором. Василимся. Благоустройство квартала на этом не заканчивается. В следующем году здесь планируют продолжить озеленение. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Далее, коротко о других событиях дня. Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре. А все из-за пассажирки, которая курила электронные сигареты, сообщает пресс-служба аэропорта. Инцидент случился 10 ноября. Женщину сняли с рейса, а самолет улетел в Сочи. Под Самарой электричка сбила насмерть мужчину, который шел по путям в наушниках. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло. Как сообщили полицейские, трагедия произошла в 18.17 по самарскому времени в районе железнодорожной станции Козелковская. Пострадавшего мужчину погрузили в этот же электропоезд, но до больницы не довезли, он скончался по дороге. Сотрудникам транспортной полиции и следственному комитету предстоит установить обстоятельства случившегося. У стадиона «Самара-арена» построят хоккейный центр. Проект подготовят к концу следующего года. Подрядчик уже определен. Это государственное унитарное предприятие Самарской области. На ледовой арене будет минимум 500 зрительских мест. В будущем там хотят устраивать соревнования областного и даже всероссийского масштабов. Там же появится еще один манеж, где разместят футбольное поле с искусственным газоном. Кроме того, обустроят раздевалки, душевые комнаты, помещения для тренеров и массажные комнаты. Под будущую застройку выделят участок площадью в 3 гектара. На площади Куйбышева установят 7 елей и устроят световое шоу. Высота самой высокой ели составит 25 метров. Для праздничного шоу зеленых красавиц украсит специальными управляемыми медиагирляндами. Ожидается, что исполнители выберут 20 ноября. Елочное медиа-шоу должно быть организовано до 12 декабря. А радовать самарцев и гостей города оно будет до 14 января следующего года. Поделились опытом. Самарская область – один из субъекторов в России, где действует государственная модель управления образованием. Два других – Москва и Санкт-Петербург. В остальных регионах управление образованием решит на плечах конкретного города или района. Чтобы перенять успешный опыт, в Самару приехали представители из восьми регионов – от Кирова до Бурятии. Почему все больше городов хотят присоединиться к государственному управлению образованием, выясняла Мария Левина. Татьяна Зуева – директор школы в Томской области. В Самару приехала познакомиться с местной системой образования. В Томске, как и в большинстве городов страны, за исключением Самары, Москвы и Санкт-Петербурга, общеобразовательные учреждения подчиняются муниципалитетам. Чтобы получить необходимое финансирование, нужно собрать много бумаг и пройти через вереницу кабинетов. А порой нужна помощь срочно. Например, с противопожарным оборудованием. На его закупку требуются миллионы, которых у муниципалитета попросту нет. Муниципальное образование не всегда готово обеспечить в плане финансовым школы для того, чтобы они полноценно функционировали и работали. В Самаре иная образовательная система. Уже 20 лет регион считается пилотным и поддерживает государственную модель. По такой модели 435 местных школ получили статус государственных, а учредителем выступило правительство Самарской области. В регионе 37 муниципалитетов. Раньше было 37 органов управления образованием. После перехода на форму государственного управления некоторые районы объединили, и получилось всего 13 образовательных округов, которые стали межмуниципальными. Эта модель позволит нам формировать единое образовательное пространство не конкретно в каждом муниципалитете, а межмуниципальное, региональное. Вот в этом и есть смысл этого проекта. За годы участия Самарской области в проекте она вошла в список регионов-лидеров по результатам единого государственного экзамена. В регионе появились межмуниципальные ресурсные центры. Самара стала стажировочной площадкой. Поизучить опыт области приехали из восьми регионов страны – Новосибирска, Кировская областей, Республик Мордовия и Бурятия. Гости заинтересованы ввести такую модель в своих регионах. Пилотный регион – один из ведущих таких регионов. Поэтому очень большой интерес. Мы везде, во всех, где я побывала, Кировская область, Сыктывкар, Комин, Тамбов, Воронеж. И везде спрашивают, как в Самаре. В ближайшие три дня гостям покажут ведущие областные образовательные учреждения. Преподавателям продемонстрируют, как территориальные органы управления Министерства образования работают в Тольятти и Новокуйбышевске. Мария Левина, Максим Гусев, События. Она пронесла свою мечту через всю жизнь. Татьяна Гриднева, журналист с «Самарской газетой», ведет историческую колонку и знает судьбу практически каждого особняка в Старом городе. Она начала публиковаться в 50 лет. За 10 лет у нее десятки наград от городского до регионального уровней. И в этом году Татьяна одержала победу в творческом конкурсе имени Эдуарда Кондратова. Она стала лучшей в номинации «Журналист». Мария Левина поближе познакомилась с лауреатом. Свою мечту быть журналистом Татьяна Гриднева принесла через всю жизнь. Публиковаться она начала лишь в 50 лет. Хотя писала всегда. Когда Татьяна закончила французскую школу, факультет журналистики был только в Московском государственном университете. Уезжать из родного края юная Татьяна не решилась. В Самаре занялась преподаванием языков. Мой пример – это пример того, что свою юношескую мечту можно осуществить. Жизнь женщины устоялась, но у судьбы свои планы. Десять лет назад, после очередного кризиса, она осталась без работы. Отнесла заметки в одну из самарских редакций. Так ее материал впервые вышел в свет. Тогда она писала о путешествиях и культуре разных стран, где сама побывала. Последние пять лет она работает над исторической колонкой в Самарской газете. Это очень близко мне, потому что папа историк, и у меня огромная библиотека по истории, по краеведению от него осталась. И, в общем-то, интерес к истории был. Сегодня она может рассказать практически про каждый дом в историческом центре. Через историю усадеб она разбирается в человеческих судьбах жителей. Для творческого конкурса Эдуарда Кондратова Татьяна выбрала одну из своих последних работ – «Историю семьи самарского адвоката XIX века Леонида Ященко». И судьи оценили ее по достоинству. Работ всегда очень много. Они все очень разные работы. Но члены жюри всегда стараются отобрать именно те работы, прочитав которые Кондратов сказал, что заслуживают. Это городская усадьба. Вот здесь вот была канцелярия адвоката Ященко. Он принимал здесь посетителей на дому. А под канцелярией вот это вот была баня. Вот здесь еще, конечно, были конюшни, сараи. У них был свой экипаж, свой выезд, был конюх. Вот. И различные службы. Ну, в принципе, таким образом строились все городские усадьбы. В статье Татьяны уникальные сведения, которых не было даже в арсенале краеведов. Женщина нашла родственницу семьи Ященко, которая сегодня проживает в Нижнем Новгороде. И та поделилась семейным архивом. Вооружившись воспоминаниями самого Леонида Ященко и других представителей фамилии, Татьяна Гриднева выдала эксклюзив. В конкурсе имени Кондратова автор одержала победу в номинации «Журналистика». Мария Ильевна, Василий Кладошов. События. Вся боксерская Россия приехала в Самару. В Умтайл-арене проходит чемпионат страны среди мужчин. За место национальной сборной сражаться на рынках выйдут более 300 спортсменов. Открытие турнира увидел Сергей Кизоркин. Грандиозное театрализованное открытие чемпионата страны по боксу среди мужчин прошло в МТЛ-арене. Больше сотни артистов разного жанра выступали на двух рингах, куда потом выходили сражаться за путевки на Олимпийские игры лучшие боксеры страны. Среди почетных гостей – олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Руководство Федерации бокса России, правительство Самарской области. Открывал соревнование года губернатор Дмитрий Азаров. Я очень рад, что имена чемпионов нашей родной земли создают условия для того, чтобы мы вновь и вновь принимали турнир высочайшего уровня, чемпионат России по боксу. Сегодня можно вспомнить имена Юдина, Шишова, Саитова, Алексеева. И этот перечень мы можем с вами продолжать. Но я уверен, что этот турнир откроет и новые имена звездных бойцов. Самарский кандидат на Олимпиаду 2020 года Александр Шишунов – боксер родом из села Васильевка Безенчукского района. В прошлом году он сражался на ринге среди молодежи, стал третьим. Потом были победы на международных и всероссийских турнирах. Чемпионату страны среди мужчин готовился основательно. Рассказал претендент на чемпионский титул. Его главная задача – попасть на Олимпиаду. Пока ему везет, он выиграл первый бой. Самый сложный был первый раз участвовал на чемпионат России среди взрослых. Переживал. Уверенность была в том, что я знал, что я трудился, нигде не сочековал. И поэтому выиграл сегодня. Сборная Самарской области как хозяйка турнира выставила на соревнования 13 бойцов в 10 весовых категориях. Главные претенденты на Олимпиаду – Федоров, Абасов, Маркелов. Турнир очень сильный. Надеемся, что мы медали получим в 3-4 весовых категориях. Постараемся завоевать золотую медаль. Увидеть предварительные бои можно каждый день с полудня и до половины 10 вечера. В МТЛ-арене вход свободный. А вот уже на финал чемпионата страны и закрытие турнира придется купить билеты или достать пригласительные. Имена чемпионов будут известны в субботу вечером. Сергей Кизуркин, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»